Иногда на бумаге все кажутся идеальным, два человека так хорошо подходят друг другу, что кажется, они предназначены друг для друга. Но реальная жизнь не имеет свои нюансы. Даже когда все части, казалось бы, на месте, чего-то существенного не хватает, химии. И это не проблема. Возможно, Бог припас для вас кого-то еще более подходящего. Я не хочу сказать, что этот человек лучше, просто они подходят друг другу, как кусочки пазла. Одни кусочки подходят идеально, другие – не очень. Нужно иметь мужество, чтобы отбросить идеализацию и открыться тем, кто действительно вписывается в вашу жизнь. Но как понять, что пора двигаться дальше, если эта подлинная связь отсутствует? Возможно, это происходит потому, что, когда вы вместе, вам не хватает ощущения, что это был божественный выбор для вас. Для тех, кто ищет идеального человека, с которым можно разделить свою жизнь, запомните эту важную истину. Даже если этот человек не кажется вам идеальным во всех отношениях или не соответствует тому, что вы себе представляли, отношения, которые вы построите, будут подлинными и глубоко соответствующими библейским учениям. Очень важно понимать, что Божьи планы, хотя зачастую они загадочны и непостижимы для нашего глаза, безупречны и содержат в себе самое лучшее для нас. Даже когда мы не можем четко определить путь или причины тех или иных событий в нашей жизни, очень важно сохранять полное доверие к Богу. Доверие к Богу – это глубокий и преображающий акт веры, который подразумевает отказ от собственных ориентиров и позволение ему привести нас к идеальному человеку, с которым мы разделим нашу жизнь. Этот человек, тщательно отобранный Богом, может оказаться не совсем тем, кого мы ожидали, но он будет идеально соответствовать Божьему плану для нас. Твердо стоять в вере – значит верить все свои надежды и желания в руки Божьи, доверяя, что он задумал для вас самое лучшее. Божественный план, сформированный Божьей безусловной любовью, тщательно продуман и совершенен во всех отношениях, даже если мы не сразу это осознаем. Для тех, кто стремится понять Божью волю, особенно в том, что касается любви и отношений, Библия представляет собой важный и бесценный инструмент. Эта священная книга выходит за рамки простого собрания писаний, это яркий и важный путеводитель, освящающий путь. Библия учит жить в соответствии с установленными Богом принципами, предлагая руководство на каждом этапе и при принятии решений. Наши любовные отношения являются важным продолжением нашей духовной жизни, как таковые, должны отражать наши глубочайшие ценности и убеждения. Очень важно учитывать важность духовной совместимости с партнером, поскольку Библия ясно предупреждает нас об опасности союза с неверующими. Это библейское предупреждение служит благоразумным руководством, позволяющим избегать ситуаций, в которых наши убеждения могут быть скомпрометированы или размыты. Кроме того, Библия обращает внимание на другие предупреждающие знаки в отношениях, такие как сексуальная безнравственность, которая не только бросает вызов нашим моральным ценностям, но и прямо противоречит Божьей воле. Такие отрывки, как Евреям, глава 13, стих 4, и Ефесянам, глава 6, стих 2, предлагают четкие и твердые указания по этим важнейшим аспектам. В этих отрывках подчеркивается важность сохранения святости и чистоты в отношениях, уважения к обязательствам, установленным перед Богом. Сексуальная безнравственность – это отклонение, которое может иметь значительные духовные и эмоциональные последствия, поэтому Библия призывает нас избегать ее и стремиться к целостности во всех наших действиях. Однако даже перед лицом проблем и сложностей, связанных с любовными отношениями, утешает осознание того, что Бог остается суверенным. Он полностью контролирует ситуацию, даже в самые трудные моменты, и призывает нас полностью довериться Его силе и Его плану для нашей жизни. Как призывает нас апостол Павел в послании к Ефесянам, мы должны укрепляться в Господе, потому что именно в Его стойкости мы находим мужество противостоять трудностям, которые встают на нашем пути. Опираясь на Бога, мы обретаем силу, необходимую для преодоления невзгод и сохранения веры, независимо от обстоятельств. Бог не только дает нам безопасность, но и хочет, чтобы мы процветали в наших отношениях, чтобы они были источником истинного счастья и удовлетворения. Строя свою любовную жизнь в соответствии с принципами, изложенными в Слове Божьем, мы не только исполняем Божью заповедь, но и располагаем себя к получению благословений, которые Бог припас для нас в здоровых и вдохновляющих отношениях. Если вы когда-нибудь оказывались в отношениях, которые, казалось, ставили под угрозу или даже подрывали вашу связь с Богом, вы, возможно, испытывали серьезный внутренний конфликт. В такие моменты вам могло казаться, что вы жертвуете своим духовным ростом ради этих отношений, или что человек, с которым вы общаетесь, уводит вас от Бога. Если это описание созвучно вашему опыту, очень важно обратить внимание на то, что Бог, возможно, пытается донести до вас через эти ситуации. Во-первых, необходимо признать, что настоящая любовь между мужчиной и женщиной – это, несомненно, божественный дар. Мы не должны стыдиться или чувствовать себя виноватыми за то, что желаем такой любви, ведь даже в Писании Бог говорит, что человеку нехорошо быть одному. Это ясно указывает на то, что стремление к дружескому общению естественно и благословенно. Однако, как и в случае со всеми благословениями, которые мы получаем, необходимо соблюдать баланс и благоразумие. Важно не возвышать отношения до такой степени, чтобы они заменили или превзошли нашу любовь и преданность Богу. Если вы заметили, что ваши отношения уводят вас от духовных практик или ослабляют вашу веру, это безошибочный предупреждающий знак. Такая ситуация говорит о том, что отношения могут не соответствовать Божьим планам на вашу жизнь. Все, что отвлекает нас или ставит в противоречии с нашими принципами, явно не соответствует Божьей воле. Если вы оказались в отношениях, которые, кажется, ставят под угрозу вашу связь с Богом, это может быть подходящим моментом для глубокого размышления. Очень важно доверять Богу и верить, что у Него есть высший план для вашей жизни, в том числе возможность найти партнера, который не только приблизит вас к нему, но и будет способствовать вашему духовному росту. Всегда помните, что Божья любовь превыше всего и должна быть главным приоритетом в нашей жизни. Наши мечты и желания важны, но важно понимать, что настоящий ключ к успешным отношениям лежит в подлинной любви. Любовь – это та сила, которая позволяет нам работать вместе, чтобы укреплять и улучшать наши отношения. Когда один из партнеров не до конца предан отношениям, между вами может образоваться пропасть. Продолжая строить отношения и бороться за них, вы поймете, что ваши действия, реакции и желания начинают все больше совпадать. Очень важно продолжать работать вместе и доверять Богу. Я сама пережила болезненный разрыв, и поначалу мне было трудно сохранять веру. Однако со временем я начала понимать, что жизнь своеобразно посылает нам знаки. Иногда эти знаки ясны и показывают, что Бог активно направляет нас на новый путь. Эти знаки можно воспринимать как изнутри, так и извне, и очень важно обращать на них внимание. Это поможет нам понять, действительно ли Бог посылает нам кого-то нового, или же Он призывает нас к периоду личного и духовного роста. Когда мы смотрим внутрь себя и на окружающие нас знаки, мы часто обнаруживаем, что Бог пытается сообщить нам что-то важное о нашем пути и нашем выборе. Иногда Он просит нас переоценить и скорректировать свой курс, полностью доверившись Ему, чтобы Он вел нас. Сталкиваясь с трудностями в отношениях, важно помнить, что Бог никогда не оставляет нас. Он всегда рядом, предлагая свою мудрость и руководство. Активная молитвенная жизнь и обращение к божественному руководству через Писание могут дать ясность и силу, необходимые для принятия сложных решений. Когда мы ставим во главу угла связь с Богом, мы становимся более восприимчивыми к Его наставлениям и лучше различаем, что лучше для нашей жизни и отношений. Важно также учитывать, что иногда Бог позволяет нам столкнуться с трудностями, чтобы укрепить нашу веру и подготовить нас к чему-то большему. Эти переживания, какими бы болезненными они ни были, могут стать возможностью для глубокого духовного роста. Например, когда вы переживаете болезненную разлуку, вы можете обрести новое понимание себя и цели, которую Бог для вас определил. Этот период размышлений и обновления может стать именно тем, что вам нужно, чтобы подготовиться к более здоровым и духовно обогащающим отношениям в будущем. Доверяя Богу и следуя Его руководству, вы сможете обрести мир и ясность, необходимые для принятия мудрых решений о ваших отношениях. Бог хочет, чтобы наши отношения приближали нас к Нему и помогали нам расти в вере. Очень важно доверять Богу и Его бесконечной мудрости, зная, что Он знает, что для нас лучше. Если в какой-то момент вы почувствовали, что Бог убрал из вашей жизни определенные отношения, подумайте, что это могло быть божественным приглашением уделить Ему больше внимания и сосредоточиться на Нем. Божье Слово неоспоримо ясно говорит, Он должен быть центром и главным приоритетом нашей жизни. Все остальные отношения должны быть вторичны по отношению к нашей любви к Нему, и ничто не должно отнимать у Него место в наших сердцах. Такая библейская ориентация не является произвольной. Это одна из самых распространенных причин, по которым Бог может решить прекратить определенные отношения. Он хочет, чтобы мы полностью переключили свое внимание на Него, чтобы взрастить более глубокие и значимые отношения с Творцом. Таким образом, подготовившись к появлению нужного человека, мы будем готовы найти свое удовлетворение не только в Нем, но прежде всего в Боге. Это ценный урок божественной любви, демонстрация того, что Он не только любит нас без всяких условий, но и хочет, чтобы Его признали нашим истинным и единственным источником силы и убежища. Бог может прервать отношения, когда понимает, что мы отдаляемся от Него, особенно если мы пренебрегаем молитвой, которая необходима для поддержания нашей связи с Ним. Важно понимать, что наши отношения должны оцениваться не только по их романтическим аспектам, но и по их духовному единству и положительному влиянию друг на друга. Это мощное напоминание о том, как важно уповать на Бога, а не только на окружающих нас людей. Брак, по своей сути, рассматривается как союз двух людей под Божьим благословением и руководством, доверяющих Ему вести их обоих по этому совместному пути. Если Бог не стоит в центре этого союза, то, как бы мы ни старались, невозможно сохранить прочные отношения с человеком, который не разделяет тех же ценностей верности и преданности. Здоровые отношения с Богом и твердое доверие к Нему позволяют нам отпустить все, что не соответствует Его Божественной воле. Иногда Бог помещает нас в определенные отношения с конкретной целью научить нас и сформировать. Когда эти отношения заканчиваются, они предоставляют нам драгоценную возможность расти и развиваться, приближая нас к тому человеку, которым Он хочет нас видеть. Вместо того, чтобы сожалеть об этих выводах, мы должны быть благодарны и верить в то, что у Бога есть более великий и значимый план для нашей жизни. Эти размышления несут в себе четкое и недвусмысленное послание, доверяйте Богу и Его Божественным планам. Эта истина постоянно подтверждается как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Возьмем, к примеру, историю Исаака, когда он собирался жениться. Его отец, Авраам, был глубоко озабочен выбором будущей жены, горячо желая, чтобы она разделяла ту же веру и ценности, чтобы не сбить Исаака с его духовного пути. Брак глубоко ценится Богом, который придает большое значение верности и преданности в отношениях. Библия служит нам высшим руководством, определяя наши решения и формируя наш образ жизни, особенно в таких важных вопросах, как брак. Согласно Писанию, основополагающим правилом для благословенного брака является необходимость разделять одну и ту же веру. Брак – это не просто юридический или эмоциональный союз, это духовное слияние, в котором два человека становятся единым целым под Божьим благословением. Учитывая, что наше тело, Храм Божий, очень важно, чтобы человек, с которым мы соединяемся, разделял те же глубокие духовные ценности, которыми мы дорожим. Когда Бог предназначает двум людям быть вместе, Он посылает четкие и безошибочные сигналы. Вы чувствуете глубокую связь и абсолютно уверены в том, что нашли того самого человека. Эта уверенность часто сопровождается покоем, выходящим за рамки обычного понимания, и подтверждает, что ваш выбор совпадает с Божьей волей. Однако важно обращать внимание и на другие признаки, которые могут появиться со временем. Если вы начинаете ощущать постоянную пустоту или беспокойство, которые невозможно объяснить, это может быть признаком того, что Бог побуждает вас пересмотреть отношения. Кроме того, постоянные конфликты и разногласия могут быть признаками того, что отношения не соответствуют Божьей воле. Укрепление вашей веры и связи со Святым Духом является основой для обретения ясности относительно направления вашей любовной жизни. Найти подходящего человека, с которым можно разделить свою жизнь, одно из самых сокровенных желаний многих людей, отражающие поиск дружеского общения и взаимопонимания. Однако важно понимать, что Бог не хочет, чтобы мы торопили события или соглашались на меньшее, чем то, что для нас лучше. У него есть тщательно продуманный план для каждого из нас, цель которого – соединить нас с кем-то, кто не только дополнит нас, но и обогатит нашу духовную жизнь. Чтобы понять, действительно ли кто-то подходит для того, чтобы разделить с ним вашу жизнь, необходимо рассмотреть три вида подтверждений – внутренние, внешние и вечные. Внутренние подтверждения относятся к миру и удовлетворению, которые вы чувствуете в присутствии этого человека, глубокому чувству гармонии и удовлетворения, возникающему, когда вы вместе. Внешние подтверждения, с другой стороны, проявляются в действиях и реакциях этого человека по отношению к вам, в ежедневном наблюдении за тем, как он относится к вам и отвечает на ваши потребности и эмоции. Вечные подтверждения, возможно, самые фундаментальные, связаны с духовными ценностями, которые вы разделяете, гарантируя, что основа ваших отношений прочна и соответствует Божьим принципам. Помимо этих подтверждений, Слово Божье, Святой Дух и обстоятельства, окружающие отношения, также играют решающую роль в обеспечении направления и понимания. Человек, с которым вы решили вступить в брак, должен дополнять ваши предназначения и цели в жизни, вносить положительный вклад в ваше служение и демонстрировать зрелость во всех аспектах жизни. Этот человек должен быть вашим партнером не только в ежедневных успехах, но и в постоянном духовном росте. В конечном счете, очень важно доверять Богу и его планам относительно вашей личной жизни. Бог знает ваше сердце и ваши нужды лучше, чем кто-либо другой, и у него есть идеальный план для вас. Доверяя этому плану и следуя указаниям, которые он дает через различные подтверждения и знаки, вы сможете уверенно идти по пути поиска партнера, которого Бог приготовил для вас, гарантируя совместную жизнь в любви, вере и общей цели. Важно помнить, что отношения, благословленные Богом, не только приносят счастье, но и укрепляют веру и способствуют духовному росту обоих партнеров. Помимо поиска этих подтверждений, крайне важно поддерживать открытое и постоянное общение с Богом. Молитва – это мощный инструмент, позволяющий искать и понимать Божью волю во всех сферах жизни, в том числе и в отношениях. Молясь о руководстве и проницательности, вы приближаетесь к Богу и становитесь более восприимчивыми к Его указаниям. Это не только дает мир и ясность, но и укрепляет духовную связь между вами и вашим будущим партнером. Также важно обращать внимание на обстоятельства, окружающие отношения. Бог может использовать ситуации и жизненные события, чтобы подтвердить, что вы на правильном пути. Например, легко открывающиеся двери и неожиданные благословения могут быть признаками того, что вы находитесь в согласии с Божьей волей. С другой стороны, постоянные препятствия и чувства беспокойства могут указывать на необходимость переоценки направления отношений. Если вы будете внимательны к этим знаком и доверять Богу, вы сможете принимать более взвешенные решения в соответствии с Божественными целями. Путь к поиску подходящего партнера – это сочетание веры, терпения и осознанных действий. Очень важно не торопить события и не поддаваться внешнему давлению. Вместо этого доверьтесь Божьему времени, которое всегда идеально. Ожидание может быть сложным, но именно в это время вы можете духовно расти и готовиться к появлению нужного человека. Помните, что Бог формирует вас и вашего будущего партнера, чтобы, когда вы встретитесь, вы были готовы строить совместную жизнь, основанную на любви, вере и цели. Наконец, важно помнить, что вы любимы и защищены Богом. Он хочет для вас самого лучшего и всегда старается направить вас в нужное русло. Доверяя Богу и следуя Его руководству, вы можете быть уверены, что найдете идеального партнера для совместной жизни, полной благословений и духовного роста. Уделите время тому, чтобы эти слова нашли отклик внутри вас, помня о том, что вы любимы и защищены Вселенной. Наберите 777, чтобы получить это послание и содержащиеся в нем благословения. Чтобы увеличить количество благословений, поделитесь этим видео со своими группами и другими людьми, которые также могут воспользоваться благословениями и помощью, содержащимися в этом видео. Знаете ли вы, что прямо сейчас вы можете увидеть образ своей второй половинки? Это может быть кто-то из ваших знакомых или кто-то, кого вы еще не встречали. Эти изображения удивительно точны. Вы должны увидеть фотографию, чтобы понять, что я имею в виду. Нажмите на ссылку в описании, чтобы получить портрет своей половинки. В следующем видео вас ждет важное послание. Я надеюсь, что каждое слово затронуло ваше сердце, и вы нашли вдохновение и утешение в наших посланиях любви и надежды. Всегда помните, что вы не одиноки в этом путешествии и что высшие силы следят за вами на каждом шагу. Поделитесь этим посланием со своими близкими, несите свет тем, кто находится во тьме, и будьте проводником позитивных перемен. Да пребудет с вами Бог и смотрите следующее видео о вере, мире и утешении. Субтитры создавал DimaTorzok